В самом начале был проведен опрос жителей Навуральска о том, о каких местах, достопримечательностях, улицах, районах, скверах и людях они бы хотели услышать и рассказать гостям города. После обработки выбрали 15 локаций, рядом с которыми установят таблицы с QR-кодами. Пройдя по ним, можно будет посмотреть видео и прочитать о данной локации. Итак, вот эти 15 локаций. И вот силами Навуральской вещательной компании начались съемки и интервью с людьми, причастными к выбранным достопримечательностям. Так Лариса Голышева рассказала о становлении Навуральского музея, о том, как все начиналось, как все зарождалось здесь, в месте, где бережно хранится история нашего города. 1974 год. И рабочие коллективы, предприятия, школы начали задумываться о том, что пора писать летопись своих предприятий. Все-таки 20 лет отработано и школам, и больницам, и комбинату 25. И поэтому в рабочих коллективах стали возникать комнаты. Комнаты трудовой славы, комната истории своего предприятия. Так постепенно во многих предприятиях и в школах появились музеи. Но когда их стало очень много, все стали работать очень активно, то в горкоме партии, тогда время было горкома партии, в горкоме партии было принято решение о создании в городе городского краеведческого музея. Состоялась встреча и запись интервью и с Олегом Лобановым, председателем межмуниципального военно-исторического клуба «Искатель». Он рассказал об обелиске героям гражданской войны, о том, как станция Верхневенск стала местом ожесточенных боев в 1919 году. 25 августа 1918 года именно на станции Верхневенск разгорелся окончательный этап Верхневенской наступательной операции «Белых», в результате которых была полностью разгромлена красная группировка Таватуйско-Верхневенского направления. То есть еще 23 августа 1918 года со станции Таватуй двинулась обходная колонна полковника Сергея Николаевича Войцеховского. То есть «Белые» решили полностью разгромить именно красную группировку, и они двинулись в обход озера Таватуй, через дачный поселок Таватуй, теперь вокруг Верхневенского пруда. И утром, рано утром 25 августа, они ударили в тыл красной группировки. Группа состояла примерно из 800-900 человек, то есть это две роты чехов, второго Иржи из Подобраты, третьего Яножишки полков чешских, полусотни казаков или кавалеристов, батареи капитана Ивановича Куликовского, он тоже был у чехов в это время, и дополненно они были белыми добровольцами. По итогу проекта будет разработана интерактивная карта, которая поможет каждому выбрать индивидуальный маршрут и провести его по выбранным локациям. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Павел Сизов. Объектив. Итоги.